Дамы и дорогие подписчики, гости моего канала, Зеленский якобы переправлял агентов российских спецслужб в украинские спецслужбы. Это во время войны. Вы можете представлять, какая мораль, если это раскроется? Австрийский источник экспресс.ат. Зеленский. Расследование государственной измены. Его собственные судебные органы сейчас расследуют его. У Зеленского появилась огромная проблема. Добрый день, друзья, подписчики, гости моего канала. С вами Эрика Клаус из Берлина. И сегодня очень интересная тема. Если вам понравилось мое видео, подписываемся. Если вам нравится мое видео, ставьте также лайки. Расскажите обо мне своим друзьям, знакомым. И мы начинаем. Государственная измена является одним из самых тягачащих преступлений. А тем более в отношении, если идет речь о самом президенте. И сейчас судебные власти ведут расследование против Зеленского. Гейл Лерус – это внештатный депутат Украины. Сейчас он снят, конечно, с поста, так как наш некоррупный президент Зеленский перед выборами на пост президента обещал, что превратит страну Украину не в коррупную страну и борется с коррупцией. И он очень многих людей сейчас уволил с постов как бы за коррупцию. А сам замешан в махинациях. Есть много людей, которых он уволил, которые утверждают. Например, вот этот вот человек, бывший депутат Геолерус, ему 34 года, который уже снял Зеленский с поста. Да, он утверждает, что Зеленским надо судить за государственную измену. И это не просто слова. Правда ли это, неправда, узнаем, конечно, позже. Если нам разрешит Америка. Только Америка решает, она знает абсолютно все, что творится на Украине или в Украине. Абсолютно все. Но она только знает, когда открывать карты и разрешать, чтобы правда выходила наружу или не разрешать. Пока что они не хотят, чтобы вся правда выходила наружу. Геолерус уже несколько раз обвинял своего президента Зеленского в государственной измене. Вот он пишет в Твиттере. Но Верховный суд абсолютно игнорировал это все. Хочу вам прочитать, за что расследуют судебные органы его за государственную измену. Причина. Говорят, что Зеленский переправлял агентов СССР России в украинские спецслужбы вместе с высокопоставленными государственными чиновниками. Это обвинение уже существует давно. Но до сих пор все игнорировалось. Вот как раз источник, где говорят, что Зеленский переправлял агентов ФСБ в Россию в украинские спецслужбы вместе с высокопоставленными государственными чиновниками. Ключевыми фигурантами допроса станут сам Зеленский, что вообще смешно. Глава офиса президент Андрей Ермак, тоже смешно. Его заместитель Роман Московец, бывший начальник разведки Иван Баканов и бывший замсекретарь Руслан Девченко. После жалобы Лероса районный суд Киева вынес постановление о расследовании этого дела. Вполне серьезно. Сложно поверить, что такие обвинения от Лероса взяты из ничего. Вы можете представить, это слишком опасно. Лерос несколько раз уже обращался в суд Киева. Несколько раз отклоняли его просьбу о начале расследования. Но в этот раз расследование было принято. Именно от той страны, которая вся Европа, Америка, весь Запад постаполяют, миллиарды оружия и так далее, его президента обвиняют в государственной измене. Куда деваются деньги? Но наши политики нам говорят, закрывают на все глаза, знают 100% это. И говорят, мы защищаем демократию в Украине. Наше правительство лжет. Как можно налоговые деньги защищать демократию? Читаю, что стоит в австрийской газете. Бывший начальник разведки Иван Канов и бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны России будут допрошены в качестве главных действующих лиц. В статье также говорится. Утверждается, что Зеленский, Германик, Маржевский, Канов, Марко допрашиваются как главные участники назначения агентов ФСБ и СБУ. Они должны указать, кто заплатим за это назначение и сколько. Потому что это назначение стоило жизни десятка тысяч украинцев. Невероятно. В то время, когда весь мир, но не весь мир, большинство стран европейских и стран миллионы, миллиардами посылают поддержку Украине и оружием, и гуманитаркой. В это время он, возможно, как говорит, если смотрите по эту информацию, это не только эта информация, я читала еще другие информации об этом, помогает как бы России. И это не мелочь. Это могло повлиять на итог войны и развитие войны. Вы можете себе представить, какая это, в принципе, проституция. Это человек без принципа и без морали. Он практически, если это подтвердится, предатель украинского народа. Такое пустовое место невозможно, ребята. Это невозможно просто. Значит, что-то в этом есть. К сожалению, мы можем этого не узнать, а узнаем через много-много лет позже. Посмотрите, война в Афганистане, война в Югославии. До сих пор идутся разбирательства. А сколько лет уже прошло? Многим невыгодно, чтобы открывалась правда. У Зеленского есть только два варианта стоит в этой информации из австрийских источников. Либо это все сфабрикованная ложь, то есть все это как бы в этом ничего нет, или другая возможность, что это действительно так. И это будет крах для Зеленского. Если это подтвердится, это будет крах не только для самого Зеленского, а для всех западных союзников. Когда спросят их, а вы что, этого не знали? А как вы работаете? А как работают ваши спецслужбы? А почему вы не открывали нам правду и поддерживали его дальше оружием, деньгами, с налогов, налогоплательщиков всех стран? Здесь я хочу показать источник коррупции действительно по-большому на Украине. И сейчас я вам расскажу кое-что. Украина в данный момент является самой коррупной страной в мире. И самое интересное, в то время Гео Лерас, бывший депутат Гео Лерас, утверждал, что у него есть видео, которое подтверждает, и было записано в скрытых разговорах, написано, кутив ресторан какой-то. Гео Лерас говорит, что в фильме, у него есть доказательства, можно было увидеть, как брат Ермака, Деннис, вел переговоры с заинтересованными сторонами продажи высоких позиций. Можете представить? Железные дороги, таможни, налоговые службы и Министерства инфраструктуры в период с августа по октябрь 2019 года. Ну, можете представить, какая там коррупция и что там вообще творится. Кто больше даст, тот и возьмет пост и будет лизать, лизите жопу Зеленскому. В этом же тоже видео, в котором мог представить вот этот Гео Лерас, тоже было видно, как они говорили, что, считай, продавали посты. То есть есть подтверждение, что любой пост можно было купить, лишь бы имея бабки, деньги. Вы можете представить? Вот то, что говорится, что так, чтобы было возможно назначение в качестве губернатора Тернопильского региона по цене от 2 до 3 миллионов долларов. Я вообще в шоке. Ну, люди, нечестно, вот я вот все время, это вообще что? Это мы говорим, и это в такой стране, где покупают должности миллионами, миллиардами долларов, покупают должности. Эти люди руководят страной, и они что-то думают о своих людях. И это свободная страна, которая хочет считаться Евросоюзом, войти в Евросоюз. Это демократия, не путем выбора, а путем покупания должностей. Как вам это нравится? Я вообще таких странок еще не слышала. За что вы, украинцы, любите свою страну? За что? Скажите мне, пожалуйста. Хуже же не может быть. Это западные данные. Это данные, не какие-то придуманные, как говорят, Крым, российская там пропаганда и так далее. Какая российская? Я вообще не смотрю российские источники. Я смотрю только западную информацию, интересную информацию. Мы хотим найти правду в конфликте между Украиной и Россией. И как Европа, зная ведь все это. Что вы думаете, они не знают, потакают этому? Мы уже привыкли с начала этой войны, что расследование или длится слишком долго, или никто не берет на себя ответственность. Или меняется ответственность. Сначала берем Северный поток. Сначала было подтверждено практически, что Америка была виновата. Сейчас почти подтверждено, что виновата Украина в Северном потоке. Но правда все равно до конца не ясна до сих пор. Полная правда. Это может длиться, опять повторяю, годами, когда мы узнаем, действительно Зеленский работал спецслужбами или нет. Возьмем нападение на Крымский мост. Долго мы не знали, кто в этом виноват. Мы, конечно, предполагали, что Украина, конечно, но до конца никто не был в этом уверен. Недавно украинские спецслужбы признали, что они были ответственны за взрыв на Крымском мосту. И будьте уверены, если Америка будет заинтересована выходом из войны, они представят доказательства государственной измене Зеленского, если это им будет выгодно. Так как в настоящее время Зеленский увольняет одного генерала за другим, чиновников, судей, а также депутатов и министров, вы можете представить, сколько недоброжелателей у Зеленского, которые не хотят больше молчать и не хотят скрывать правду от своего же украинского населения. И поэтому я, честно говоря, верю этой информации. Подозрение в коррупции распространяется вплоть до Верховного Суда Украины. И этому есть много подтверждений. А теперь можете представить, как такой коррупный суд будет расследовать дело о Зеленском. это просто смешно. А сейчас прочту тоже кое-что из этого тоже информации, которую я нашла. Это мне очень понравилось. Украина уже много лет борется с масштабной проблемой коррупции. И данные есть такое, данные есть такое, ну, как бы организация Transparency, то есть чисто International показывает положительную динамику, даже положительную, все уже просто смеются. Босс от СБУ это Иван Баканов. Чтоб вы знали, что это лучший друг с детства был Зеленского. Можете себе представить. Значит, он тоже как бы в курсе всех этих событий и всех этих дел, которые вытворяет или вытворял Зеленский. Несмотря что Баканов был другом Зеленского с детства, в 2020 году босс от службы СБУ стал Иван Малджуком. То есть сами понимаете, как я уже перед этим говорила, он снимает с постов одного за другом, меняет как рубашки сейчас своих приближенных. А теперь еще раз повторяю, можете представить, сколько у него врагов. Кстати, бывшего друга Зеленского Абаканова, который был бывший босс СБУ, будет также допрошен в суде по делу о Зеленском. Сейчас, дорогие друзья, что я еще вам скажу. Зюдойща Zeitung, это немецкая газета, уже сообщала о депутате Гео Лерасе в 2021 году. Даже в то время, который сейчас обменяет в 2023 году государственные изменения бывший депутат, даже в то время Лерас подозревал в глазу президента о государственные изменения. Даже тогда уже Лерас в 2020 году говорил, надо проверить, мол, эту информацию, но его никто не слушал и не проверял эту информацию. А также Ермак не допросил ни секретную службу СБУ, и государственную службу ГБА и антикоррупционное управление НАПО. Все, дорогие друзья, мое видео закончилось. У меня есть много интересных материалов. Я очень много режиссирую, то есть еще различные материалы, различную информацию из западных источников в основном. И смотрю очень известных немецких блокеров тоже тем просто уйма, просто времени мало. Могла бы каждый день выставлять, но это огромная работа, это не просто сделать политические темы. вот. И хочу сказать, что очень хочу вам очень короткое видео скоро выставить о поставках самолетов Украине, Америке, Украине, куда они попадают. Это вообще жесть, что я тоже узнала. Очень интересно. И также я сделаю очень интересное тоже видео еще о коррупции Зеленского. Действительно вот там очень, оно немножко дольше будет, чем это видео известного журналиста Херша, это немецкий журналист, который, я уже говорила, в одном из видео он работает вместе с секретными службами Америки, потому что я уже говорила, что секретные службы Америки не очень в лады с Байденом. Поэтому он очень известный, он всемирно известный немецкий журналист, и много очень находил информации, очень много именно о коррупции, он такой скандальный журналист, но это фейков от него вообще, понимаете, дело в том, что то, что я показываю в видео, один скажет, что не может быть, только сказать, может быть, правда, где-то между, и много чего мы не знаем, доказательств пока что нету, есть разоблачение идет всего, всех этих, всей этой информации, правдива она или неправдива, но люди, из которых я дару информацию, они серьезные журналисты, мы не имеем возможности знать всего, что творится за нашей спиной, простого народа, и поэтому каждая интересная информация уже важна, понимаете, и в каждой информации есть часть правды, и я никогда не буду брать действительно только фейковские какие-то, какую-то информацию, я, по крайней мере, нахожу информацию в серьезных источниках, то есть серьезные газеты, серьезных журналистов, серьезных блокеров, очень многие журналисты продаются, продаются за деньги, например, также в Европе многие журналисты действительно, вот очень осталось мало журналистов, которые пишут действительно не то, что от них ожидают наши политики, заказные, как говорится, а есть журналисты, которые работают по призванию, которым не безразлично, что творится в нашем мире, понимаете, и таких очень мало, я стараюсь находить информацию у таких журналистов, понимаете, вот.